Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы на канале Ситипелепил и меня по-прежнему зовут Наталья. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного, невероятно податливого и универсального дрожжевого теста. Это тесто подходит как для приготовления пиццы, так и для приготовления пирогов со всевозможными начинками. Что нам понадобится? Это 600 грамм муки. У меня мука экстраклассная, если у вас мука высшего сорта, либо какая-то другая, то ее необходимо будет предварительно просеять. 300 грамм питьевой воды комнатной температуры, 40 грамм оливкового масла, 40 грамм рафинированного подсолнечного масла, сахар и соль по вкусу. У меня здесь 7 перепелиных яиц, как вы уже догадались, домашних. Но их можно заменить на это либо одно большое куриное, либо полтора куриных яйца размером поменьше. Далее нам понадобится немножко розмарина, но это тоже по желанию. Кто хочет, добавляйте в тесто. Кто не любит розмарин, не добавляйте. Так, на такое количество муки 600 грамм нам понадобится 7 грамм сухих хлебопекарных дрожжей. Так, и еще что нам нужно? Нам нужна столовая ложка и перчаточки для замеса теста. На тесто я добавила яйца, высыпала розмарин. Теперь у меня вот такая пачечка дрожжей. Здесь 12 грамм, но нам где-то 7 грамм надо. Значит, я высыпаю сюда чуть больше половины. Вот так просто сыплю на глаз. Так, высыпали хорошо. Теперь сюда мы добавляем сразу 300 миллилитров водички. Так, у меня здесь где-то половина чайничка, значит, будет. Смотрим, еще чуть-чуть. Вот так. Немножко это все мешаем ложкой. Перемешиваем, не боимся. Так, и добавляем сюда маслице. Так, вот такое. Другое. Далее сюда мы еще немножко добавим сахарку. Я сыплю так 3 чайных ложечки. И солим. Можно пару ложечек сюда. Вот так. Все хорошенечко перемешиваем. Помешаем. Помешаем. Так. Теперь. Вот для этого нам нужны перчатки. Так вот мы его замешиваем. Переворачиваем. Вот вымешивать так, как вообще, знаете, долго очень туда-сюда его руками разминают, перекатывают. Обычно дрожжевое тесто, да, на пироги. Вот здесь такого упорства, такого фанатизма нам не надо. Мы просто немножко его перемешиваем без излишнего энтузиазма. Вот чем мне это тесто и нравится, что его не надо сидеть и полчаса туда-сюда гонять. То есть делается оно легко и просто. Так, вот и все. Тут такое тесто. Так. Вот и все. Тесто у нас вымешано. Все это произошло довольно быстро. Замес длился не больше двух минут. Сейчас мы это тесто помещаем в целлофановый пакетик. Вот так. Завязываем. И отправляем в теплое место. В моем случае это возле батареи. На 4-5 часов. Так. Прошло 4 часа. Тесто. Видите, как оно взошло. Вот такое оно у нас получилось. Вот. Оно все хорошо выбродило. И теперь из него можно уже готовить. Вот такое тесто. Мягкое, воздушное. И податливое. Так. На этом у меня все. Кому видео понравилось, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!